Великий немецкий композитор Йозеф Гайден очень любил тех, кто засыпал во время его концертов, поэтому для них специально он написал лондонские симфонии, в состав которых включил партию для литавров. Под громкие звуки барабанов люди тут же просыпались. Мы же под музыку не спим. В эфире репетиция с Александром Ткачевым. В этом году российский цирк отметил столетие. За век существования произошло очень многое. Опилочное покрытие заменили на резиновую поверхность, усложнились трюки и фокусы, стало больше света и зрелищности. Постоянным остается азарт, с которым зритель вовлекается в представление, и музыка, которая является неотъемлемой частью действа. В театре Яма, в церкви Клирос, а в цирке Балкон. Именно отсюда маэстро наблюдает за представлением. Здравствуйте, маэстро. Здравствуйте. Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тизикова в этом году тоже отмечает юбилей. Уже 60 лет здесь идут представления. И ни одно из них не обошлось без музыкантов. Александр Татишвили, дирижер оркестра, уверен, что без живого аккомпанемента шоу потеряет свою одушевленность. Маэстро, можно ли сказать, что ваш оркестр духовой? Нет, не совсем духовой. У нас оркестр эстрадный. Если в духовом оркестре туба, у нас бас-гитара. Здесь у нас клавиши есть, которые выполняют иногда роль. Альтуршечки духовые, волторные. Маэстро, из каких оркестровых групп состоит ваш коллектив? Ну вот, начнем, например, с саксофоновой группы. Состоит из четырех саксофонов. Два альта и два тенора. Готовы, да? Да. Следующая группа трубно-тромбоновая, наверное, назовем так. Раз, два, три. Все, хорошо, спасибо. Ритм-группа у нас состоит из клавиши, бас-гитара и ударной установочки. Маэстро, ну вот не все теледрители знают, что такое оркестровая тути. Но вы могли бы показать нам? Давайте. Меха, да? Музыканты отшучиваются. Тутти у каждого свое. Под термином понимается одновременное звучание всех инструментов состава. В ансамблировании важно не только вовремя вступить, но и закончить. Квалификация исполнителей безошибочно определяется по совместному снятию звука. И вот здесь без руки дирижера не обойтись. Тем более в цирке. Музыканты отшучиваются. Музыканты были немножко косоватые. Один глаз смотрел в ноту, другой смотрел на меня, чтобы вместе снять. У нас отличие от других театров, филармонии, другой музыки, отличается тем, что мы до конца можем не доиграть, свое произведение снимается и начинается произведение по точкам артистов. Собачки бегают, они не слышат, что им нужно закончить, когда музыка заканчивается. Дирижер уверяет, что за годы состав ансамбля изменился мало. Однажды придя под купол цирка, артисты не могут его покинуть. Атмосфера и специфический запах манежа впитываются в кровь и передаются по наследству. Здесь работают целые династии. Я знаю, что вы потомственный дирижер. Это действительно так? Да, это действительно так. Мой папа здесь начал свою творческую и трудовую деятельность со дня основания этого цирка. Я, когда уже стал подрастать потихонечку, я начал играть здесь, в оркестре. Я всю жизнь проработал в оркестре, а потом, когда он ушел на пенсию, я его заменил. Кабинет маэстро – это творческая мастерская, хранилище нот и воспоминаний. Здесь, среди портретов и дарственных адресов, он обустроил и уголок, посвященный отцу, Борису Татишвили, первому дирижеру Симферопольского государственного цирка. Мой папа проработал в этом цирке со дня его основания все годы, до самого конца, так скажем. Он приехал сюда, он работал сначала в Тбилисском цирке музыкантом. Потом его пригласили, когда отстроили этот цирк, новый был цирк в 59-м году, его пригласили сюда работать главным дирижером. Он был очень талантливый человек, он писал очень много для артистов, для музыки, как композитора, как аранжировщик. В те времена это было очень востребовано, очень нужно было. Спустя 60 лет многие из этих партитур по-прежнему актуальны. Некоторые из них Александр знает на ощупь. Сам дирижер не помнит, когда впервые попал в цирк. Иногда ему кажется, что здесь он родился и вырос. Маэстро улыбается. Теперь и его музыканты приводят своих детей на оркестровый балкон наблюдать за представлением. Наверняка для кого-то из них манеж и оркестр тоже станут неотъемлемой частью бытия. Что для вас работа в цирке? У меня цирк снится все время. Артисты, какие-то случаи, какие-то ситуации снятся. Мне снится цирк, постоянно при том. Я не знаю, это действительно получилось так, что это моя жизнь в цирке. Его руки оживляют. Он умеет заставить петь то, что давно отжило свой век. Дмитрий Базаев прошел путь от техника до скульптора, чтобы стать мастером-реставратором музыкальных инструментов. Для него каждая клавиша живая. Каждая фортепиано – часть истории искусства. Здравствуйте. Здравствуйте, Борисович. В основе моих занятий сегодняшних лежит приверженность и любовь к музыке, прежде всего к классической музыке, и прежде всего к фортепиано-музыке. Это основа. И отсюда мои дальнейшие действия. Собирает своих пациентов, требующих реанимации, Дмитрий отовсюду. Некоторые инструменты ему дарят за ненадобностью, другие он выкупает. Эта фортепиано продала мастеру-вдова-героя Великой Отечественной войны. Настройщик удивляется качеству изделия. Спустя 72 года пианино сохранило акустические свойства. Предмет не трофейный, улыбается Дмитрий. Куплен офицером за деньги на фабрике. Инструмент достался в общем-то в хорошем состоянии, удовлетворительном состоянии, то есть он был полностью укомплектован. Но время, конечно, наложило на него какой-то отпечаток, это и внешний вид. Какие-то проблемы были с работой механики. В распоряжении Дмитрия две мастерские. Одна для черновых работ, разборки, обдирки и покраски инструментов. Вторую точнее будет назвать лабораторией. Здесь инструменты получают точную настройку. В комнате просторно и уютно. Всюду детали. Картины и фигурки Дмитрий создает в свободное от реставрации фортепиано время. Ну вот здесь в углу стоит пианино Петров. Это современный инструмент малогабаритный, производство Чехословакии. Как создается звук фортепиано? Звук фортепиано, он воспроизводится посредством нажатия на клавишу и передачи энергии клавиши через молоток на струну. То есть при ударе молотка о струну происходит резонанс, и струна начинает звучать. То есть это обычная кинематическая схема, которая работает уже с 19 века. Механика фортепиано менялась вместе с развитием технологий. Первая, наиболее примитивная, венская, потом была английская. Ее сменила французская, репетиционная. Она используется и по сей день как наиболее совершенная. Однако, несмотря на изъяны, в звучании старинных инструментов есть удивительный шарм. Дмитрий Борисович, в этой комнате есть и другие инструменты, которые, очевидно, отличаются от обычных. Могли бы о них рассказать? Да, это малая фортепиано. У меня есть большая фортепиано. Позвольте, я его открою. Какая крышка у него? Тяжелая. Какого года этот инструмент? Это инструмент первой половины 19 века. Вы могли бы его продемонстрировать? Его возможности? Да. На сегодняшний день это играющий инструмент, на котором можно исполнять какую-то музыку. Он имеет свои конструктивные особенности. Клавиш у этого рояля меньше, чем у современных. Его струны прямые, как у клавесина, а стальная рама собрана из нескольких деталей. Но в первую очередь особенности звука определяют молоточки. Они обтянуты не мягким войлоком, а плотной кожей. Тембр инструмента холодный, звонкий, металлический. Дмитрий Борисович, а вы могли бы рассказать немножко об истории этого инструмента? Наверняка вы прослеживали его. Этот инструмент мне попал из Алубки, из Крыма, Алубки. Он стоял в храме Архангела Михаила. Он был произведен в царское время, первое половину, как я говорю, 19 века в городе Москве. Фабрикантом по фамилии Штурцваге. Сейчас в работе у Дмитрия несколько роялей и пианино. С некоторыми он со временем расстанется, а другие хочет передать по наследству. Когда-то свой первый инструмент он отреставрировал вместе с отцом в конце 60-х годов. Теперь очередь следующих поколений. И хотя мастер души не чает в инструментах, в конечном итоге знает, что работает для людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова